Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Итак, сегодня от теории мы наконец переходим к практике. И понятно, что любые действия с доменами начинаются с того, что этот домен нужно зарегистрировать. Регистрировать домены мы будем на сайте root-центра.ник.ru. Это самый распространенный регистратор, но далеко не единственный. И в целом роль регистратора не так важна. Они подчиняются единым правилам и вы всегда можете сменить регистратора, а об этом в конце видео. Поэтому выбирайте регистратора сами, например, по цене. Советовать ничего не буду. Для начала здесь нужно завести аккаунт. Пароль максимально сложный, у владельца аккаунта есть доступ к управлению доменами. В случае попадания пароля к третьему лицу он сможет переписать нейм-сервера, перенаправить домен на другой сайт. О нейм-серверах мы будем говорить позже. Сменить регистратора, сменить пароль и контактные данные. Все это вы сможете восстановить по паспорту. По паспорту вы владелец домена, но это потребует времени и будет крайне неприятно. Поэтому следите за безопасностью пароля, включайте двухфакторную аутентификацию и другие средства защиты. О них я буду рассказывать ниже. И также крайне серьезно отнеситесь к введению паспортных данных. Если ошибетесь здесь, потом можете уже и не доказать, что домены ваши. А также максимально серьезно отнеситесь к выбору человека, на которого регистрируете домен. Тут нужно сделать небольшое примечание. Я буду регистрировать домен на физическое лицо, но также можно зарегистрировать его на юрлицо. Основной недостаток в данном случае — если фирма закроется, домен останется без владельца. Если вы контролируете закрытие фирмы, можно и даже нужно, обязательно нужно передать его до закрытия. Как только в e-gare-yul пропадет запись о фирме, у домена пропадет владелец. Восстановить это очень сложно. В случае регистрации на физлицо — проблема схожая. Сотрудник, на которого зарегистрировали домен, может покинуть фирму и начать шантажировать, если домен раскрутится. А еще он может, не дай бог, конечно, умереть. И дальше права наследства, двоюродный дядя в Саранске и так далее. Вообще с правами наследства на домен все очень сложно, так как он выпадает из зоны имущественного права. Имейте это в виду. Кроме того, владелец домена может нести юридическую ответственность за размещенный контент. Хотя это, конечно, крайний случай. Поэтому тут готового решения нет. В каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально. Если вы регистрируете сайт НКО, я вам настоятельно рекомендую регистрировать его на организацию. В том числе это важно с позиции прозрачности НКО. Но каких-то правовых норм, которые требуют регистрировать домен именно на юрлицо, если он ведет на корпоративный сайт — нет. В любом случае домен регистрируется на год и каждый год его нужно пролонгировать. И даже если возникли какие-то проблемы с владельцем домена, вы сможете переоформить домен на себя или другую фирму, когда он освободится. Но понятно, что это рискованно могут перехватить. Опять же это только в том случае, если у вас нет прямого конфликта с владельцем домена, поскольку даже после окончания срока владения владелец домена обладает правом приоритетного продления в течение месяца. Это недостаток, если вы хотите перехватить домен, но достоинство, если вы сами забыли продлить свой. У вас также право приоритетного продления в течение месяца. Возвращаемся к регистрации. После введения паспортных данных мы попадаем в аккаунт и начинаем выбирать домен. Чаще всего сюда приходят уже с готовым решением и мы предположим, что пришли с готовым и хотим зарегистрировать домен Дети.ру. Очень неплохой домен для благотворительной организации, помогающей детям. Ой, занято. Странно. Ну конечно ничего странного. Это самый топ и стоит такой домен очень недешево. Кстати, Дети Студио тоже неплохой домен. Особенно для детской студии. Спешите, что называется. Сам бы ел, но зачем мне. Ну а дальше понятно. 170 тысяч за нет, ком по запросу, а самый дорогой тут естественно.ру. И если мы зайдем в хуис, то увидим, что неймсервера не прописаны, а значит с большой долей вероятности домен этот продается и находится в собственности киберсквоттера. Человек или организации, которая скупает потенциально привлекательные домены и ждет, когда найдется тот, кто их выкупит. Цены доходят до нескольких миллионов рублей в год. Что значит привлекательный домен и что определяет цену? В описании я оставлю ссылку на методологию оценки рыночной стоимости доменов в зоне ру.рф. Там 50 страниц и куча формул, но в личной беседе я услышал такой ответ. Цена субъективна. Солидный домен для солидной конторы, наверное, как-то так. Домен казино ком был продан за 600 тысяч долларов. Сюда же относятся Автору или те же дети. Кроме того считается, хотя все, что касается сео недоказуемо и на любой тезис найдутся критики, но все-таки считается, что доменное имя придает дополнительный вес сайту в поисковой выдачи. То есть если человек наберет дети в поисковике, при прочих равных условиях, сайт дети.ру, то есть транслитерация поискового запроса, будет ставить выше всех в выдаче. При этом также считается, что домен с более чем тремя поисковыми словами может быть наоборот выкинут из выдачи, как переоптимизированный. Так вот мы перешли к тому, как выбрать доменное имя. Если следовать этой теории, подбирайте по поисковому запросу, по которому хотите продвинуться. Идите в Яндекс Wordstat, ищите запрос, анализируйте конкурентов, думайте. Далее домен все-таки должен быть произносимым и запоминаемым. Но это, кстати, не всегда. Если у вас бренд, вы можете где-то упоминать свой сайт, печатать, например, рекламные листовки или выступать на конференциях. Да. Или название организации или что-то запоминающееся и произносимое. Если говорить об НКО, посмотрите сами. ОВД-инфо. Подари жизнь. Нужна помощь. Это, кстати, и SEO, потому что с большой долей вероятности искать будут именно по названию. Но если вы уверены, что по названию вас искать точно не будут и вас интересует только поисковый трафик, вы никогда не произнесете название сайта и знаете, что посетители его не произнесут, можно отказаться от красоты в пользу практичности. То есть что-то сложное, непроизносимое, но содержащее поисковый запрос. Еще я бы не рекомендовал большое количество дефисов в названии, а также кириллические домены в качестве основных. Кириллические — это русскоязычные домены в зоне РФ или других зонах, которые поддерживают кириллические знаки, проще говоря, написанные по-русски. Зато как редиректы или алиасы их наоборот очень даже хорошо использовать. Об алиасах мы поговорим в следующем видео, в нем же мы закончим регистрацию домена и разберемся с неймсерверами.